Я расскажу одну историю, которая связана со мной, естественно, с Петром Наумовичем. Она, мне кажется, очень знаковая и для театра, и для понимания того, как Петр Наумович себя с нами вообще вел на протяжении всех этих лет, пока мы были с ним вместе. Я имею в виду и годы обучения, то есть 1988 года. Мы, когда выпиваем, всегда выпиваем, есть такой тост у нас, за выбор 1988 года. Мы выпускали спектакль «Война и мир», который сегодня будет играться. И выпускали его вот в этих двух щелях. Это серый зал, да, и зеленый в том зале. Это сейчас он играется на большой сцене. А потом получилось так, что мы ездили на гастроли много с этим спектаклем, в том числе во Франции. И были в пригороде Парижа, играли, такое есть предместе «Со» называется. Там хороший достаточно театр. И никак у меня роль старого князя Балконского, ну, вроде все как-то так происходит нормально, но вот не собирается кубик Рубика. Одна сторона соберется, другая, а целиком, ну, никак. И вот мы с Петром Новымовичем говорили об этом, говорили мне что-то говорил, я пробовал. Ну, я прямо это вот ощущал, животное ощущал кожей, что, ну, не складывается. И отыграли мы пять спектаклей в «Со», потом у нас был выходной на следующий день, и потом еще один спектакль. И вот после пятого спектакля мы пошли в ресторан, который был прямо при театре там, в этом помещении. И замечательный человек по фамилии, по имени Лучано, итальянец, он там, значит, кашеварил, занимался всем этим делом. Ну, вот мы так хорошо посидели, очень хорошо выпили, закусили. Петру Новымовичу нельзя было пить, у него сахарный диабет, ну, 50 грамм водки, не больше. Но он никогда не соблюдал никаких норм. Может быть, поэтому и дожил до 80 лет. Потому что то, что ему врачи говорили, он старался как-то жить. Вот хорошо выпили, подсел, я к нему говорю, Петр Новымович, ну, вот что-то кубик Рубика, никак, вот это все. Что, вот что? И он мне сказал одну фразу, он говорит, играй только одно, надо успеть. Потом я понял, надо успеть поговорить с сыном, надо успеть признаться в любви, надо успеть. И на следующий день был выходной, потом был спектакль. Спектакль закончился, и в кулисах я увидел Петра Новымовича, который делал мне вот так. Кубик сложился. Это удивительные моменты работы режиссера с актером и режиссера-учителя и педагога. Но я говорю про Петра Новымовича как про учителя. Потому что он ведь учил не только ремесло, он учил глубине восприятия, культуре, пониманию каких-то вещей. Он учил Пушкина, учил стихам, как их надо читать. Учил, как слушать музыку. У меня нет музыкального образования, но он меня научил, как надо на сцене ее слышать. Он учил видеть, слышать и удивляться. Я всегда говорю, ну вот советские люди знают эту заставку к очевидному невероятному. Сколько нам открытий чудных готовит, просвещение духа, опыт, сын ошибок трудных. И гений парадоксов друг. Петра Новымовича был друг парадоксов. Именно поэтому он был гений. И сказать актеру, когда уже вроде бы сыграны, я не знаю, спектаклей 20, может даже чуть больше, чуть меньше, и найти вот эту нужную мысль, и еще очень важно точно ее донести. И понимать, что именно этот человек способен услышать. И может быть не сейчас, не сразу, но со временем способен что-то в себе реализовать. В себе. Найти в себе, тогда будет отклик и в публике. Тогда обязательно появится кто-то, кто в ком это что-то всколыхнет. Я думаю, что Фома так и жил. Надо успеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова